Информационный портал Права метру, начиная от видеоконференции Августа 2018 года Представляя нашего, на этот раз Единственного участника Дмитрий Гаганов Юрист в сфере медицинской юриспруденции Санкт-Петербурга Дмитрий, рад вас видеть Здравствуйте, Алексей Тоже рад вас видеть Здравствуйте, уважаемые слушатели Нашей видеоконференции Без одной сотой Нас сегодня два человека Но это нисколько не умаляет Те вопросы, которые я Поставил на обсуждение В рамках видеоконференции А сегодня мы будем рассматривать Следующий вопрос Можно ли использовать средства УМС в качестве источника Расхода для выплаты Медицинскими организациями По предъявленным искам Это у нас уже 99-я видеоконференция С начала использования такого формата И 19-я с начала 2018 года Традиционно от меня Небольшое вступление Итак Напомню Уважаемым зрителям, слушателям Нормы 323-го федерального закона Согласно которого Медицинская организация Обязана осуществлять страхование На случай причинения вреда жизни Или здоровья При оказании медицинской помощи В соответствии с федеральным законом Такой федеральный закон Пока у нас один Об организации страхового дела В Российской Федерации В котором в статье 4 Так говорится, что Объектом страхования гражданской ответственности Являются имущественные интересы Связанные с риском наступления ответственности При причинении вреда жизни Либо здоровью граждан Кроме того По 323-му федеральному закону Медицинские работники Обратите внимание Право на страхование риска Своей профессиональной ответственности Что явилось поводом Для данной видеоконференции Комитет Государственной Думы Проводил круглый стол И к данному круглому столу Были присланы определенные материалы Так вот, именно материал С Министерства здравоохранения Архангельской области Стал информационным поводом Для нашей видеоконференции В частности Говорится о том, что Норма о праве на страхование Профессиональной ответственности Медицинских работников Не работает Потому что нет специального федерального закона А орган управления здравоохранения Архангельской области Я думаю, обладает данными Которые достаточно обоснованно Подтверждают тезис О том, что государственные Медицинские организации Увы, не владеют средствами Для обеспечения страховой защиты Своих работников Конечно же, медицинских работников Поэтому Минздрав Архангельской области Предлагает в законодательном порядке Установить возможность Для государственной системы здравоохранения Расходы по страхованию Профессиональной ответственности Медицинских работников Осуществлять За счет средств Обязательного медицинского страхования Или за счет средств Федерального бюджета Это мое небольшое вступление А теперь переходим К тем вопросам Которые вынесли На видеоконференции В общем-то Я озвучил о том, что есть Обязанность страхования Медицинских организаций Но Дмитрий Как вы полагаете Почему до сих пор Не принят федеральный здакон Который предусматривает Именно страхование Медицинских организаций На случай причинения Вреда здоровью жизни граждан Пациентов При оказании Медицинской помощи 323 федеральный закон Действует с 2011 года В общем-то Уже 8 лет прошло Итак Дмитрий Ваш экспертный прогноз Почему Обязанность есть Закона нет Мне конечно Хотелось бы Рассуждать Как юрист В сфере медицинской Респруденции Но поскольку Я с этим вопросом Столкнулся Вплотную Это был 15-й год Судебное заседание Где В качестве Ответчика Была медицинская Организация Сотрудник Который Как раз Был Застрахован Вообще В рамках Программы Страхования Профессионального Риска И в суде Выступал Юрий Консульт От данной Страховой Организации Ну соответственно Меня заинтересовало Это явление Я подошел Спросил Задавал В том числе И вопросы Относительно Которых Вы поставили Проблему Он объяснил Очень просто Что страховым Организациям Классически Ну то есть Те организации На которых Распространяется Норма федерального Закона О страховом Деле Они не Заинтересованы В таком Страховании Был Определенный Период На 14-15 Год Когда Вот это Страхование Рисков Профессиональной Ответственности Стало Модным Своебразные Пилотные Проекты По всем Регионам России Были Ну они Тихо Что называется Заглохли Страховая Организация Объясняет Тем что Первое Это им Не выгодно Второе Они не видят Поддержку Государства В этих Начинаниях Соответственно Этим Заниматься Они не Будут Что-то Похожее Было Реализовано В рамках Саморегулируемых Организаций В области Строительства И проектирования Там Страхование Вот этих Профессиональных Рисков Участников СРО Ну опять же Там было Скрыто Очень много Конечно Подводных Камней На сегодняшний день Реализованным Считается Это Страхование Ответственности Перевозчиков Например Когда вы Ходите в маршрутное Такси Там висит Объявление Договор Страхования Номер Такой Вот как раз Поэтому Отвечая На ваш вопрос Я скажу Что нет Заинтересованности Страховых Организаций Если бы Она была То Учитывая Лоббистскую Мощь Вообще Страховщиков Нашего Государства Такой Федеральный Закон Конечно Был бы Принят Вот Что еще Сказал Этот Страховщик Он сказал Что Не разработана Сама Шкала Рисков Как он Объяснял Понятия Риска В гражданском Законодательстве У нас Разработано Мало В отличие Например От англосаксонской Системы Что очень Мешает Внедрению Данной Системы Страхования Вот что Я бы хотел Сказать Алексей Дмитриевич Благодарю Дмитрия Некоторые Выводы Из того Что вы Сказали Страховщики Не желают Неинтересно Воли Государства Нет Мои Доводы В отношении Ваших Доводов Да Я их Абсолютно Разделяю Потому что Страхование Коммерческое Действие Ну и за Сключением Обязательного Медицинского Страхования И Головой Окунаться В новый Вид Страховых Отношений Частная Частная Форма Собственности Будет в том Случае Если Видны Какие-то Перспективы Получения Дохода Либо Имеется Воля Государства Окунуть В эти Правоотношения Страховые Компании Поскольку Воли Государства Нет Хотя Два Проекта Два Законопроекта О страховании Гражданской Ответственности Медицинских Организаций Перед пациентами Все-таки Проходили Перед моими Глазами Так как Воли Нет То и Нет до сих пор Данного Законопроекта И я еще Вижу Причина В том Что Ни одна Медицинская Организация Государственной Формы Собственности Не Обанкротилась Из-за Предъявленного Иска Пациента Но это Юридически Мы с вами Мы с вами Знаем Невозможно Потому что По обязательствам В следствии Причинения Вреда Жизни Здоровью Отвечает В том числе И учредитель А так как Размеры Выплат Не являются Какими-то Запредельными И Органы Управления Здравоохранения Регионов Минздрав Как Соучредитель Федеральных Государственных Бюджетных Учредителей Здравоохранения Не понес Какие-то Расходы То Соответственно Нет имущественного Интереса Что-либо Продвигать А основной Законотворец В рамках Законопроектной Действенности Конечно же Минздрав России Поэтому я полагаю И подтверждаю Ваши доводы Разделяю их Что прежде всего Нет воли Государства Хотя Минздрав Архангельской Области Я приводил пример Эту позицию Не разделяет Давайте с вами Сейчас Перейдем Ко второму Вопросу Вынесем На тему Видеоконференции Минздрав Архангельской Области Предлагает Использовать Средства УМС Для страхования Профессиональной Ответственности Медицинских Работников Как вы полагаете Если Это Будет Реализовано Какие Могут Быть Механизмы Использования Средств УМС В качестве Вот таких Страховых Взносов Для страхования Гражданской Ответственности Медицинских Организаций Прежде всего Мы говорим О медицинских Организациях Перед Пациентами Дмитрий Поскольку У нас двое Вы выступаете Первым Я предполагаю Что если По такому Пути Пойдет Наше Государство Как мы Выше сказали Что требуется Конечно Государственная Воля То Возможен Вариант Заключения Территориальными Фондами Обязательного Медицинского Страхования Особых Договоров Договоров С Уполномоченными Страховщиками В данном Направлении То есть Это будут Отдельные Организации Не Получившие Лицензию На обязательное Медицинское Страхование Но Использующие Средства Из Вот этих Государственных Фондов Денежных Средств Вот Такое Направление Я вижу Возможно Что еще Будет Направление Другое Это заключение Договоров И соответственно Финансирование Из этих Фондов Ассоциаций Медицинских Организаций Где они Дальше Будут Распределяться Через Эту Ассоциацию Возможен Еще Третий Вариант О котором Говорили Вот в этом В тринадцатом Четырнадцатом Году Это Повышение Количества Так называемых Автономных Организаций Которые Тоже Относятся К Бюджетному Праву Но у которых Больше Полномочий Соответственно Где больше Полномочий Там Больше Ответственности В том числе За причинение Риска Вообще Эта модель Обкатывалась Но автономные Вот эти Вот организации Они просто Не пошли В сфере Медицины На одной Из конференций Вы говорили Что Такого Организационно-правовой Формы Очень мало По Российской Федерации Там По-моему Единицы Вот Вот Что я Предполагаю Соответственно Особая Отчетность Будет Вот у этих Уполномоченных Страховщиков Которые Будут Отчетиваться Перед Фондами МОЭС А также Изменение Законодательства О государственных Гарантиях Я вижу Что Есть Реализация Я закончил Благодарю Дмитрий Как всегда Продолжаю Мы с вами знаем Что есть Структура Тарифа На Медицинские Услуги В рамках Обязательного Медицинского Страхования Увы Такой статьи Расходов В структуре Тарифа Не предусмотрено Но Опять же Мы с вами знаем Что пару лет Как появился Нормируемый Страховой Запас Территориального Фонда МЭС Который Формируется За счет Какой-то Деятельности Самого Территориального Фонда Допустим Размещения На депозите Временно Свободных Средств И туда Еще Стекаются Определенные Части Тех Штрафных Санкций Которые Применяют Страховые Медицинские Организации К медицинским Организациям В рамках Своей Деятельности По контролю За медицинской Помощью И сейчас Мы с вами Знаем Эти средства Можно использовать На повышении Квалификации Медицинских Работников Ремонт Покупку Нового Медицинского Оборудования Я полагаю Что В рамках Именно Нормированного Страхового Запаса Территориального Фонда ОМС Могут быть И составляющие Которые Используются Для В качестве Страховых Взносов По страхованию Гражданской Ответственности Медицинских Организаций И тот Алгоритм Который Вы предложили Дмитрий Я поддерживаю В рамках Договорных Отношений Между территориальным Фондом ОМС И страховой Компании Могут Перечисляться Данные Взносы Которые Формируются В рамках Нормированного Страхового Запаса То есть Источник Имеется Вполне Реальный Но необходимы Только законодательные Изменения Почему Штрафы Налагаемые На медицинские Организации На повышение Образования Медицинских Работников Идут А на Выплаты В качестве Страхового Возмещения И в качестве Страховых Износов Для страхования Ответственности Воспользоваться Не могут Я каких-либо Преград Для этого Не вижу Но это Мой алгоритм Возможного Использования Средств Обязательного Медицинского Страхования И третий Заключительный Вопрос Который Я как правило Ставлю Во всех Видеоконференциях Обязанность Страховать Ответственность Есть Закона Нет Дмитрий Ваш прогноз Когда может Появиться Такой Федеральный Закон Страхования Ответственности Медицинских Организаций Перед пациентами На случай Причинения Вреда Жизни Здоровью При оказании Медицинской Помощи И что Может явиться Спусковым Механизмом Появления Такого Закона Слушаю Ваши Доводы Спасибо Спасибо за вопрос Как я считаю Что Переходный процесс Сейчас реализуется О чем я говорю Это Система Внутреннего Качества И безопасности В медицинских Организациях Внутри Этой системы В том числе И на основании Рекомендации Росздравнадзора Внедряется Система Рисков Туда же Как мне кажется Направлены И опросные Листы Так называемое Отнесение К категории Рисков Сам Вот этот Рискоориентированный Подход В рамках Системы Качества И безопасности Медицинской Помощи Как мне кажется Он будет Внедряться Он будет Стандартизироваться Росздравнадзор В этом отношении Работу ведет Ну и По моим Предположениям Это года два Наверное В государственной Сфере Произойдет Быстрее То о чем Мы говорим В частной Наверное Медленнее Возможно Будет Своеобразная Аттестация Вот этих Систем Качества И безопасности Медицинской Помощи Со стороны Возможно Что Росздравнадзора Может быть Роспотребнадзора И уже На основании Этого Страховщик Будет Определять Готова Полимедицинская Организация К внедрению Вот данной Системы Страхования Профессиональных Рисков О которой Мы с вами Рассуждаем Кстати Кто этим Интересуется Может Посмотреть Материал В свободном Доступе В интернете Есть О рекомендациях Относительно Внедрения Вот этой Системы Качества Контроля Качества И безопасности Медицинской Помощи Со стороны Росздравнадзора Стандартизация Есть Риск Ориентированный Подход Есть Как мне кажется Вот Сейчас Реализуется То есть Ваш ориентир Примерно Годика Два Когда Станет Понятны Статистические Данные Использования Риск Ориентированного Подхода Здравоохранения Я с вами Несколько Не согласен Почему Потому что Во-первых Мы с вами На одной из Видеоконференций Озвучивали Довод Из указа Владимира Путина Нового майского Указа О создании Системы Защиты Прав Пациентов Острахование Ответственности Медицинских Организаций Перед пациентами На мой взгляд Отсюда Напрямую Вытекает Во-вторых Был Госсовет По защите Прав Потребителей И там Тоже Ставился Вопрос О защите Прав Потребителей Поэтому С одной Стороны Я с вами Все-таки Согласен Части Возможных Двух лет Применения Результатно Статистики Риск Ориентированного Подхода Но Вдруг На политическом Олимпе Владимир Владимирович Путин На каком-то Совещании Либо Прямой Линии На ответы На вопросы Кто-то ему Задаст Вопрос А почему У нас до сих пор Нет страхования Ответственности Медицинских Организаций Перед пациентами И если Будет заявлена Политическая Воля То Ваши Прогнозируемые Два года Могут превратиться Но гораздо Меньше Срок Потому что У нас Глава государства Определяет Не только Внешнюю Но и Внутреннюю Политику В том числе Вопросы Социальной Сферы Так что Мы с вами С одной стороны Идем В одной Юридической Плоскости И мысли С другой стороны У меня Вот есть Такие Доводы У вас Есть что-то Добавить В рамках Третьего Вопроса Да Мне пришла Просто мысль Что Возможно Возможно Будет Ужесточен Контроль Связанный С внедрением Вот этой Системы Внутреннего Контроля Качества Безопасности Медицинской Помощи И кто У себя Его Не внедрил Того Будет Просто Приостанавливаться Лицензия Ну а Кто Внедрил Кто Правильно Дался Кто Прошел Мероприятие С стороны Росздравнадзора Те 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 Будут Готовы К Внедрению Данной Системы Хотел Бы Подчеркнуть Что Вы Описали Две Системы Это Страхование Юридического Лица Страхование Медицинской Организации На случай Причинения Вреда Но это Наша Модель Здесь у нас Медицинская Организация В качестве Ответчика Предстоит И есть Еще Личное Что Называется Страхование Медика На случай Профессиональных Рисков Как мне кажется Что Вот это Вот Личное Страхование Тоже Будет Реализовываться В связи С С этой Системой Внутреннего Контроля Качества И безопасности Что Называется Ну и Стандартизация Большая В этом Направлении Я думаю Этому Тоже Будет Способствовать Так что Очень Может быть Что Процесс Убыстрен Тем У кого Данная Система Не внедрена Возможно Что Будет Еще Одна Система Подготовки К Страхованию По ней Тоже Отчитаться Кто Это Не Сделал Того Приостановить Лицензию Ну а Остальных Пригласят В эту Систему Довольно Чего Страхуйте Свои Риски Во благо Защиты Прав Пациентов Дмитрий Мы с вами Прогнозы Сделали Сервис Видеоконференции Возможность Обсуждения Актуальных Вопросов Несомненно Я буду Продолжать И не исключено Что Может быть Через год Через два Мы вернемся И Взглянем На Наши Экспертные Оценки Которые мы С вами Дали Сегодня В рамках Данной 99 Видеоконференции Благодарю Вас За Выделенное Время Обсуждение На мой взгляд Актуальных Вопросов Связанных С медицинской Юриспруденцией До свидания Всего доброго Всего доброго Алексей Валентинович До свидания Уважаемые Слушатели До новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok